велосипед rush hour из озона с магазина rich family модель называется вот так вот сложно xs 935 алюминиевая рама но не знаю не сказать что он тяжелый килограмм 16 но на 29 колесах на тяжелой резине и самое главное стальной вилки значит и по преимуществам здесь пром подшипники во втулка то есть и в передней втулке стоят пром подшипники и задней втулки стоят пром подшипники задняя втулка под кассету но на гайках барабан конечно наверное там на шарах будет значит собственно говоря цвет еще прикольный цвет прикольный геометрия интересная на этом заканчивается преимущества. Ну и цена, наверное, достаточно хорошая. Если его привезли на сборку, значит, скорее всего, он недорогой. Значит, недостатки. Железная вилка, которая закиснет через год, через два, и она очень тяжелая. Руль стальной. Это не алюминий, это железо. Роторы сделаны из фольги. То есть, новый велосипед, вправишь роторы, нажимаешь на тормоз, и его просто перегибает. Значит, винты крепления роторов, все шляпки сорваны полностью нафиг на заводе. То есть, я просто пытался протянуть винты, и ни одного винта, ни с одной живой шляпкой нету. Соответственно, надо будет в следующий раз, когда клиент захочет что-то делать с колесами, надо будет поменять все винты на всех тормозных дисках. Переключатель турней стоит самый простенький. Все сейчас работает. Достаточно адекватно все работает, все неплохо. Спицы очень мягкие, и обода восьмеркой сразу. Поскольку у нас в сборку не входит сразу изначально правка колес, мы советуем всем клиентам покататься хотя бы неделю, чтобы чуть-чуть спицы уселись, чтобы они вот здесь вот подогнулись, особенно дешевые спицы, видите, да, здесь какие изгибы огромные. И только через неделю, через две приехать и протянуть колеса отдельно, на отдельную плату, в зависимости от сложности работы. В общем, обода жиденькие, спицы жиденькие, ротора просто никчемные. Винты на роторах из пластилина сделаны. Переключатели работают. Кассета задняя стоит китайская SUGIG. Это самый дешевый, самый мягкий металл. По нашему опыту, такая кассета убивается от одной недели до трех месяцев. Что, сидушка тут такая мягкая, поролончик. Значит, что с грипсой, я не понял. Она как будто раздутая в этом месте, да, вот так вот болтается. Может быть, там что-то перевозили, незаконное в этой грипсе, надели обратно. Трансмиссия 3х8. Трансмиссия, как обычно, избыточная. Ну, кому-то, может быть, и понравится. Педальки крутятся, рулевая закусывает прямо с завода. Ослабляли, болтается, затягивали, естественно, начинает закусывать. То есть, с рулевой не очень все интересно. За свои деньги, наверное, это хороший велосипед. Вы потом посмотрите, сколько он стоит. Смотрится он обалденно. Цвет очень приятный. Такой классный, классный, стильный найнер. Но вот, к сожалению, есть проблемки. Значит, по рубашкам и тросикам ничего не перекидывали. Здесь все достаточно хорошо. То есть, рубашки такие вот длинные. Заходит в раму хорошо, все хорошо скользит. Когда через пару лет все это заржавеет, я имею в виду троса, будем менять, тогда уже рубашки разведем иначе. Сейчас, я думаю, что все смотрится очень симпатично. Такой вот обзор на непонятный, красивый велосипед. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.